Всем привет! Сегодня мы продолжаем такую интересную тему, как история развития легендарного трактора МТЗ. На канале есть видео о создании и о выпуске первого серийного трактора. А сегодня поговорим о следующей модели МТЗ-2. Выполненный по классической схеме первый минский колесник оснащался вифрекамерным четырехтактным четырехцилиндровым дизельным двигателем D36 производства МТЗ. От D35 он отличался облегченным радиатором и поддоном картера. Основные характеристики мотора были такие. Рабочий объем 4,08 литра. Номинальная мощность 37 лошадиных сил. При 1400 оборотов в минуту. Наибольший крутящийся момент 23 кг сил на метр. Или 225,6 Нм. При 900 оборотов в минуту. Часовой расход топлива при максимальной загрузке трактора составлял 7,92 кг. Работал он на дизельном топливе. Вес сухого двигателя составлял 740 кг. Двигатель крепился к двум швелерам, соединенным между собой передним брусом. Запуск основного дизельного мотора осуществлялся пусковым двигателем PD10. Коробка передач на МТЗ-2 была механическая, 5-скоростная. Пять передних и одна задняя передача. Главная передача – конические шестерни с прямым зубом. Дифференциал простой. Конический, с двумя сателлитами открытого типа, с механизмом блокировки. Бортовые передачи – цилиндрические шестерни с прямым зубом. Расчетная скорость движения на первой передаче составляла 4,56 км в час. На пятой – 12,95 км в час. Передняя ось – трубчатая телескопическая балка, качающаяся в кронштейне, прикрепленном к переднему брусу. Рулевое управление. Червячная пара из глобоидального червяка и трехреберного ролика. Тормоза колодочные, установленные на самостоятельных валах, соединенных зубчатыми передачами с ведущими полуосями. Управление тормозами от педалей, по желанию – раздельное или сблокированное. Ведущие и направляющие колеса оборудованы пневматическими шинами низкого давления. В проекте был и вариант с металлическими колесами со шпорами, но сделали так. Электрооборудование было примитивное. Генератор переменного тока мощностью 60 Вт. Аккумулятор не был предусмотрен. Звукового сигнала тоже не было. Освещение. Две фары спереди и одна сзади. Рабочее место тракториста отличалось спартанской простотой. Над топливным баком специальных направляющих, приваренных к крыльям, был установлен инструментальный ящик, служивший каркасом двухместного сидения. Рулевое колесо было с правой стороны. Кабины не было. Первая кабина появилась только в 1960 году на моделях МТЗ-5МС и МТЗ-5ЛС. Контрольно-измерительные приборы. Термометры масла и воды и масляные манометры, показывающие давление масла в масляной магистрали и после фильтра тонкой очистки. Трактор имел вал отбора мощности с зависимым приводом от промежуточного вала коробки передач. Число оборотов в минуту вома составляло 520. Для работы со стационарными машинами был предусмотрен приводной шкив с приводом от вома. Вес незаправленного трактора составлял 3 тонны 250 килограмм. Основные заправочные объемы. Бак основного топлива был на 100 литров. Бак пускача на 3 литра. Система охлаждения 29 литров. Корпус КПП и заднего моста 45 литров. Общая емкость гидросистемы 6 литров. Тип прицепного устройства. Маятниковая, жесткая, регулируемая. Гидравлическая система для подъема навесных орудий с одним раздельно управляемым цилиндром двухстороннего действия. Агрегатировался МТЗ-2 почти с двумя десятками сельскохозяйственных машин и орудий. Его можно было использовать для выполнения работ по уходу, уборке пропашных культур, на похоти легких почв, предпосевной обработке, посеве, уборке зерновых культур. А также для приведения в действие стационарных сельскохозяйственных машин и как транспортное средство. На фоне других советских тракторов, выпускавшихся тогда, МТЗ-2 выглядел очень даже прогрессивно. Это отдельная тема и о ней поговорим в следующий раз. До новых встреч на канале. На сегодня все. Не забываем подписываться. Ставим палец вверх. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok